В нынешний день, братья, читана была евангельская притча Спасителя, в которой Он, Господь Бог наш, уподобил Царство Небесное или праведный суд Свой над людьми, Царю, который захотелся считаться с рабами Своими. Когда начал он считаться, приведел к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов, то есть 20 миллионов, или просто без числа, ибо определенное число здесь поставлено вместо неопределенного. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динарив. На наш счет не больше 20 рублей, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посади его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи, увидев пришедшего, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своим все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, заключил Господь речь свою. Если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его. Не к чести нашей в нынешнем Евангелии изображается крайняя жестокосердие и злоба человеческого сердца относительно ближних наших. С того самого времени, как люди через грех предались начальнику злобы, дьявол, он свил в их сердцах твердое себе гнездо, насходив в нем свою адскую злобу, которую и проявляет с тех пор весьма часто и очень грубых насильственных видах. История библейская и гражданская и дневники нашего времени полны примеров этой злобы и жестокосердия. Людей из корысти, из-за желания воспользоваться хищническим имением ближнего, или из-за оскорбленного самолюбия, из-за дикого каприза, из-за неудовлетворенной животной любви. Многие и очень нередко не задумываются вонзить нож в сердце или в горло ближнего, или иначе как-нибудь лишить его жизни, не говоря уже о ссорах, спорах, ругательствах, судах. И прочих выражениях злобы человеческой. Обратив внимание на поступок жестокосердного взаимодавца, упоминая его в нынешнем Евангелии, он должен был сам своему государю огромную сумму, которую никогда не мог ему выплатить. И по правосудию страны должен был быть продан с женой и детьми и всем имуществом, чтобы заплатить хотя бы часть долга. Беда, которой больше не может быть, должник стал умолять царя о прощении. И он был прощен. Кажется, надо бы помнить такую беспримерную милость и оказать подобную же милость при случае ближнему. Но вот случай с ближним и показал дурную сторону бывшего должника, его крайнюю злобу и жестокосердие. Только что получив от царя величайшую милость, он встречает товарища, должного ему самую незначительную сумму денег. Сразу же набрасывается на него с яростью, душит его и говорит ему, отдай мне долг. Тот просил потерпеть. Замодавец не терпит и сажает его в тюрьму. Не крайне ли это жестокосердие? Не крайняя ли бесчувственность и неблагодарность? А к этому весьма-весьма многие из нас склонны и способны. Мы бываем иногда чрезвычайно круты в расправе с нашими ближними. Чем-либо нам должны, если есть к этому возможность. Да, наша природа крайне стремительна к злу и самосуду. Или к расправе с собственным судом. Вероятно, потому что это скорее и легче удовлетворить нашему самолюбию и злонравию, чем установленные суды. Но с нами, христианами, возрожденными в купели крещения водою и Духом Святым, усыновленными Богу и получившими от Бога благодать или небесную помощь ко всякой добродетели, этого не должно быть. Мы должны воспитывать в себе дух кротости, смирения, незлобия, терпения и долготерпения, умеренности во всех поступках. А чтобы иметь в себе такое расположение Духа, надо напомнить общую слабость человеческую, общую склонность ко грехам, в особенности в свои великие немощи и грехи, и бесконечное к нам самим милосердие Божие, которое прощало и прощает нам грехи, многие и тяжкие за покаяние и умоление наше. Да, уже одно чувство благодарности к Богу за Его бесчисленные к нам милости обязывает нас быть снисходительными и милостивыми к нашим ближним, которые одной плоти и крови с нами и имеют одинаковые немощи, страсти, преткновения. Но величайшим побуждением к снисходительному и кроткому обращению нашему с ближними должно служить, конечно, более всего, крайнее исхождение к нам, Сына Божия, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося и вочеловечивавшися, его пример, его заповеди и советы, его кротость и незлобие к грешникам, его долготерпение, его страдания и смерть за всех нас. «Если Он положил за нас свою душу, то и мы должны друг за друга души свои полагать», говорит апостол. Другой апостол говорит, «Будьте ко другу благи, милосердны, не воздавайте злом за зло или досаждение за досаждение». Господь говорит нам, «Милости хочу, а не жертвы». Он многомилостивый хочет и от нас милости или милосердия, и терпения относительно ближних наших. Он же готов всегда помогать нам во всяком добром деле. Если у тебя злое сердце, проси в покаянии, чтобы он смягчил твое сердце, сделал кротким и терпеливым, и будет оно таково. Он нам говорит, «Сыне, дай мне сердце твое. Нет ничего невозможного для верующего, искренне молящегося. Только решись, твердо решись, оставить свою злобу». Должно в самом начале обуздывать в себе всякую возникающую страсть, особенно злобу и гнев, не дозволять искре сделаться огнем, который тушить, конечно, гораздо труднее, чем одну искру. Итак, заключу слово. Будем прощать от души ближним при грешении их против нас, памятая общую нашу слабость, немощь, греховность и бесконечное к нам милосердие Божие. Полное собрание сочинений Иоанна Кронштадтского, том 2. Аминь.